МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день! Как всегда в это время я поприветствую вас в Петербурге, на Моховой улице, в учебном театре знаменитой театральной академии. Человек, которого мы пригласили сегодня сюда на мастер-класс, наверное, везунчик. Его творческая судьба началась с классической фразы, о которой многие мечтают. Мальчик, ты хочешь сниматься в кино? К 20 годам он сделал головокружительную актерскую карьеру. Казалось бы, он поймал удачу за хвост, но не таков наш герой. Он оставил завоеванные им вершины и начал заниматься режиссурой. Он вообще не боялся в своей жизни оставлять, уходить, а начинять все сначала. Мы пригласили для встречи с вами человека, который, вероятно, знает, что в жизни есть более важные вещи, чем слава и успех. Встречайте у нас в гостях народный артист страны Николай Бурляев. Я буквально две страфы прочту. Когда меня не станет воплоти, носивший имя Николай Бурляев, вы сможете итоги подвести, но только сам себя я лучше знаю. Я к вам явлюсь в десятках кинолент, стихи и прозу мало кто достал. Биограф мой отметит феномен. Ни в чем Бурляев правда не предал. Николай Петрович. Ну почему вам захотелось вдруг взглянуть на себя и на свой путь вот оттуда, глазами других людей? Ну это было написано давно, лет 30 тому назад. И тогда, видимо, был такой трудный период жизни. Ну у меня все время трудные периоды. Все время нужно что-то одолевать. Я думаю, что это у каждого человека так. Поэтому родилось вот то, что вы читали. Трудные периоды нам... Для чего они нам даются? Ну почему нельзя жить счастливо, легко, с везением и без постоянных проблем? Вот я иногда думаю. Как вы многого хотите, а? Да, да. И не получится. Нет такой жизни, чтобы не было преодолений, страданий, жертвы. Вспомните Христа. Ну, это вы очень такой серьезный пример привели. А это, может быть, это зависит от неудовлетворенности собственного человека? Или это трудности, которые ему присылаются со стороны? Трудности, так сказать, со стороны, я думаю. За что? За что приличным человеком? Все нормально, чтобы умерять гордыню свою. Да, гордыня... Гордыня у вас была? Интересно. Вы человек с такой ранней славой. Вы не могли не... Не сгордиться, не задрать нос. Да гордыня, я думаю, сейчас есть. И это грех большой, и я каюсь в этом. Но мы сегодня хотим разобраться, если позволите, вместе с вами, и в ваших взглядах, и в ваших поступках, и в ваших работах, за которые миллионы зрителей вас любят и по которым знают. Давайте на экран посмотрим. Отец, змей старый, так и не передал секрета. Помер, так и не передал. Могилу утащил, жила рваная. Видишь, как получилось. Ну хорошо, ну чего ты? Вот и пойдем мы с тобой вместе. Ты колокола лить, я иконы писать. Пойдем в кровицу, пойдем вместе. Какой праздник для людей. Какую радость сотворил, а еще плачет. Ну все. И все. Сложно надо нам смотреть на то время, потому что мы знаем все, что было потом. И что было потом, и с Тарковскими, и как принимали этот фильм. Вы ничего не знали. Как вы видели эту историю? Как она в том советском кино мире, в киноискусстве, вот выглядела вашими глазами? Когда мне принесли сценарий, мне объявили, что два автора, это Кончаловский и Тарковский, написали для меня роль ученика Андрея Рублева Фомы. Я прочитал, мне и не понравилась эта роль. Ну, твой бледный, как тень ходит за Андреем Рублевым, текста нет вообще, что играть там, я не знаю. Но, дочитав до конца, я прочитал колокол новеллу. И был потрясен. Она меня, так сказать, заворожила, захватила. Я нехотя попробовал себя на Фому, я думаю, плохо, и попросил Андрея, попробуй на Бориску. Он говорит, нет, ты мало еще, у меня есть актер, я это делал для другого человека, для поэта. Ему уже 30 лет, Чудаков, я помню это, имя Чудаков осталось у меня. И я упрашивал и так, и сяк. Он говорил, нет, ну ты мало еще для этой роли, ну у меня есть, ну отстань, вот для тебя я делал, и все. И я начал через оператора действовать, через Савву Ямщикова, и Савва мне помог. Савва Ямщиков, как интересно. Савва мне помог тем, что он неординарный метод нашел. Он Андрею говорит, поспорим, говорит, на ящик шампанского, что ты все равно Колю утвердишь, что лучше ты не найдешь. Он говорит, да ладно, ну что ты, брось-то. Да? Да ладно, ну что ты. А сам уже задумался. Говорит, ну ладно, попробуем. И попробовали. И на пробе я видел, как Андрей увлекается, как он подходит ко мне, что-то шепчет, как на Ивановом детстве опять на ухо. Работает, так сказать, со мной. Я обрадовался, я попробовался, по-моему, хорошо. И он меня взял. Но странно, вы, казалось бы, за Тарковским может было пойти на любую роль. Вы выбирали, да? Да я бы пошел и на Фому, но без удовольствия. Вот в чем дело. А Бориска мне... Вот сейчас я глядел еще раз и видел, как я плохо играю эту роль. Я ведь все оцениваю, все, что я делаю, очень жестко оцениваю. Иваново детство, Рублев, так сказать, Рублев на 25% того, что я бы мог и сделать, и должен был бы сделать. Даже в те годы. И сейчас я также оцениваю это. Дальше фильм «Игрок», который делал Алексей Баталов, это уже на 70%. Дальше фильм «Военно-полевой роман» это на 80%. Так. И самое высокое, что я делал, это роль Иешуа Гоносри в фильме «Мастер и Маргарита». Это я оцениваю на 95%. Вас расстраивает тот факт, что, в принципе, до зрителей этот фильм не дошел? Нет. Почему? Не расстраивает, это отдельная тема. Быть может, Господь уберегает меня от лишней гордыни. С Рублевым. Ведь это сложная история. Она о творчестве, о ремесле, о таланте. Вот это надо понимать, чтобы это играть. Может, вы для себя что-то поняли в этой работе? Так глубоко я не думал о таланте, о творчестве. Я просто искренне отдавался этой роли, был предан Андрею, как всегда. И я помню эпизод, когда я падал с обрыва глиняного. Это была пытка просто для актера, чисто физическая. Октябрь месяц, все в тулупах, дождик идет, его еще делают из бронзбойтов. Октябрь месяц, все в овчинах. А ты весь мокрый идешь, и еще дует ветер, ветродуем. Уже пока идешь по берегу, ломит голову от холода, боли. А тут упасть еще надо. А я не знал, что это за обрыв. Он мне показал, вот здесь ты должен упасть. Ну, должен-должен. Иду по обрыву, падаю и пролетаю вниз. И вот там я понял, что это такое. Весь обрыв был из камней, коряк, кустов, пней каких-то. И я сквозь все это как по терке проехал, ударился о куст, он мне под дых ударил. Весь в глине, мокрый, холодно, противно. Проклинаю всех. И Тарковского он там ходит в этой общине. И говорит, Коленька, говорит, отлично, говорит, молодец. Сыр, это сыр, говорит, это Рокфор. Это высшая оценка, да? Сыр, Рокфор. Это высшая оценка, это сыр, это Рокфор. Коля, еще раз. Да, вот так вот, и так шесть раз. Правда, что вам, когда вы поступили в Щукинское, на второй курс? А что, вас просто из-за таланта, за успехи вы взяли на второй курс? Да по блату все вышло. Я уже был артистом театра Моссовета. Что же не на третье тогда? Подождите, давайте уже так. Ну, так вышло. Я был артистом театра Моссовета и играл у, так сказать, Завадского. Сын полка был, партнеры мои. Мордвинов великий, Морецкая, Орлова, Раневская, Бирман, Плят. Это все мои партнеры, друзья, вот, учителя. И я уже, когда окончил... Да, а я учился в школе и играл в театре. Но я окончил школу, и нужно что-то дальше делать. Ну, а что делать еще? Ну, идти учиться. Пришел я к Завадскому, объяснил, говорю, что надо учиться. Он говорит, ну, сейчас, подожди. А они же все знали, кто вы, естественно. Взял трубку и звонит ректору Захаве. Говорит, Боря, говорит, у меня есть такой чудный мальчик, Коля Бурляев, вот он играл там-то, там-то. Погляди его, послушай. Чудный мальчик. И я пришел к Захаве, читаю, выучил все как надо, басню, прозу и стихотворение в одном экземпляре. Прочел. И Захава говорит, ну, а еще что-нибудь? Я говорю, я не знаю. Ну, стыдно, говорит, стыдно, молодой человек. Я ваши годы Онегина читал из Усть Шекспира и так далее. Ну, говорит, поздно пришли. Уже курс набран, уже октябрь месяц. Все учатся, так что приходите на будущий год. В этот миг открывается дверь и входит педагог училища Катин Яльцов, Юрий Васильевич. Как оказалось, мой троюрный дядя. Я этого тогда не знал. А он услышал, о чем идет речь, и говорит, а на втором-то курсе, там вот учился брат Коля, его взяли в армию, и там есть два места, и я прямо от ректора попадаю к друзьям, там Никита, Настя, и начали процесс. А в Афгик взяли на третий курс режиссерский. И тоже по блату. А на этот раз кто подсобил? Юрий Александрович Куледжанов. Я к нему пришел, он тогда руководил союзом кинематографистов. И я ему говорю, что я хочу быть режиссером, это цель жизни и так далее. Он мне говорит, ну что, иди ко мне. Правда, у меня третий курс. И я туда пришел, он мне устроил экзамен, собеседование. И я помню вопрос, который решил мою судьбу. Ну, он говорит, ну а если бы для тебя открыли двери Пушкинского музея и сказали, любую одну работу ты можешь отсюда взять, что бы ты взял? Я не задумываюсь, я бы взял бы картину Терборха. Он говорит, это вот то, что там у окошечка? Я говорю, да. Говорит, и я бы ее взял. И все, взял меня. Какой интересный способ проверять. Но получается, что вы везутчик. Здесь по блату, там по блату. Мой первый духовник, архимандрит Алипий, после Андрея Рублева, это было, он мне так говорил, Коля говорит, тебе будет очень просто жить до 30 лет, потом тебе будет очень трудно. И он был прав. С 30 лет и до сих пор... А почему? Вот чем он это объяснил? Не знаю, объяснения не было. Он просто поглядел и говорит, до 30 у тебя будет все, очень все легко. Где вы оказались в 30 лет? Вы уже оказались двумя дипломами в 30 лет, да? Да. Я уже сделал первый мой фильм режиссерский. Ванька Каин получил главную премию в Оберхаузене за режиссуру. И мне начали закрывать дорогу как режиссеру здесь в России, в СССР. Потому что там пресса западная, я там не был, но они мне прессу прислали. Дав мне эту премию, большую премию, пресса писала, что это фильм русского диссидента. Потому что там есть один кадр, где крепостной Ванька, окованный по рукам и ногам, играет и поет перед казнью, перед распятием, так сказать. Он играет и поет, и показывает, что дух не убить. И вот они это прочли так, что это фильм диссидента. И мне на 10 лет закрыли дорогу в режиссуре здесь в России. На 10 лет. Лучших лет жизни. Как вы знаете об этом? Это было какое-то негласное распоряжение? Это было негласное распоряжение, естественно. Чье министерство? Я думаю, что да, Госкино. Потому что я уже как актер попал в черный список. А это за что? После фильма «Игрок». Рублев, потом «Игрок». И как они это делали, я не знаю, но указ такой был. Инну Чурикова, Орлана Быкова, Бурляева. Не снимать, потому что это не советские актеры. Ну какой же вы не советский? Вот, вот Рублев. Это рефлектирующие герои Достоевского и так далее. Это не наше, не советское. Сколько лет вы были в этом списке? Ну лет 5. Я пробовался, кстати, я приезжал и на Ленфильм, пробовался тут. Прекрасные пробы. Хочет режиссер, хоть совет зарубает. Так 5 лет длилось. Из 50 лет актерской деятельности, сейчас уже 51 год, как я актерствую, я был в простое 25 лет. 25 лет? 25 лет простое. Подождите, откуда набралась такая сумма? Ну после «Ишуаганоцри» я сам отказывался 13 лет от участия в чем бы то ни было. А, вот в половине этих лет вы виноваты сами. Вот это другая история, да. Но все равно вы отказывались часто от ролей? Очень часто. Отказами я удивлял близких моих. Почему? После военно-полевого романа опять увидели, что я что-то могу как актер, и посыпались. 80 предложений, я вас не обманываю. Главные роли, монороли. Читай, ну, взялся бы любой. Я дал отказ от всех 80. Все близкие были в шоке. У тебя же нет ни дачи, ни машины. Если бы ты этого сделал, то ты бы... А если бы это, то еще... Вот. Я дал отказ от всего. Давайте мы посмотрим кусочек, если можно, военно-полевого романа, потому что фильм... С удовольствием. Любите его? Вот это я люблю. То есть вы смотрите? Это я люблю. Да? Вот давайте об этой любви поговорим. Вот. Пошел попрощаться. Утром наступление. Я вздохлю. Время не вошло. Не знаю. Люба. Александр. Спасибо. А что должно быть в роли Эфима, чтобы вы ее любили? Хотя вы наверняка разложите на проценты, да, и скажете, там, 80 процентов. Но все равно. Это где-то, да, на 85, я думаю. Да что вот в нем есть? А что? А вот это долгожданная роль. Понимаете? Вот то, что я играл до этого, это не я. Так. В фильмах Тарковского это Тарковский. Вот все, что я играю, Иван в Ивановом детстве, так сказать, Бориска, это Тарковский. Я вижу, что это он. Его все. Его напор, его, так сказать, эмоции, его нервность, вот это вот покусывание, вот это вот. Интонация. Это он. А вот это я. И когда мне принесли «Одесситы», этот фильм делался в Одессе, и они говорят, это вам понравится, говорят. Я думаю, о, заявочка, думаю, ишь вы какие, я читаю тысячи сценариев, и это мне понравится. И так уже взял с предубеждением. Читаю и плачу. Плачу. Вы так сентиментально. Первый раз в жизни я плакал, читая. Я видел, что это я, все резонировало, это мое. И я ради этого был, так сказать, готов, и я отложил собственный запуск. Пришел я на пробы, увидел Тодоровского. Он шел по длинному, по коридору, и мы с ним увиделись. До того мы с ним не были близки, мы с ним издали раскланивались, так. Ему было известно, кто я, мне кто он. А тут я его просто обнял, поцеловал, как брата, и говорю, оканчивайте кинопробы, эту роль я никому не отдам. Я был последний, кто у него попробовал. А что в нем есть? Вот эта трогательность ваша. Когда показывали, мы в Брюсселе, сыны Чуриковой туда ездили, окончился фильм, пресс-конференция, журналисты отдельно топчутся там, мы, сынные, здесь, они на нас так глядят. Потом кто-то подходит и говорит, а у вас что, есть там, так сказать, такие люди, как вот этот вот Саша? А я говорю, да у нас вся страна такая. Вот. Что я в нем увидел? Я увидел в нем, ну, то, что мне близко. Поиск общей гармонии, доброта, любовь, жертвенность, беззащитность и мощь при этом. Все там есть. Этого я ждал. Вы избалованы очень хорошими режиссерами и очень хорошими ролями. Ну, я не избалован. Нет? Конечно, если подумать, из 70 работ, ну, где-то там 10 уже, то, что останется, наверное, в истории, это много для актера. Одного есть чем, так сказать, быть довольным, что это будет жить. Ты уйдешь, а это будет жить и будет также действовать на людей. И я не звезда, хотя в 15 лет, после Иванова детства, у меня были журналы иностранные, там, итальянские, где писали, что я звезда. Старинг. И я читаю, я Старинг. Рядом Джина Лолабриджида, Софи Лорен и Мастрояне, и этот мальчик Старинг. Ну, я никогда, я не считал, что я звезда. Никогда. Семья гордилась? Ну, я думаю, что они гордились. Я думаю, что так. Отец удивлялся, четвертый вроде, и ненужный ребенок, четвертый. Слушай, не нужен. Ну, четвертый, ну, много нас, ну, еще один род, понимаете? Ну, что же, понимаете, трудно всех прокормить. Жили-то бедно инженеры, папа, мама, и жили от зарплаты до зарплаты. А тут еще четвертый, да кривоногий, заика, бегает там. И потом вдруг отец увидел Иванова детство, Рублев, и он так, ну, что же это за сын-то у меня? И к концу жизни он мне начал отдавать то тепло, которого не было в детстве у меня. Не долюбили вас? Как вам кажется? Мама любила, бабушка, вот так вот, ну что вы. А отец мне, ну, какой-то ходит там заика, поскребыш, как он говорил. Послушайте, как может так? Ну, так, ну, он у меня казах. Это с комплексами можно вырасти. А он казах? А я, я думаю, что я рос с этими комплексами, что я самый плохой, самый ненужный, самый бездарный, и это хорошо. Почему? А представьте, если бы заласкивали с самого детства и говорили, что ты гений. Как, кстати, мне говорили, мне критики, мальчику в 14 лет, гладили, говорили, ты гений? Слушай, ты как играешь? Как артист. Что же они делали, эти дяди, тети? Они могли погубить и меня, так же, как погубили очень многих детей актёров. Если бы я задумался, а может, правда, гений? А потом нет ролей, и что делать? Пить. И, мол, мир не оценил, и погибать. А я понимал, что нет, уровень-то вот сейчас у меня вот такой, а идеал, он, путь к нему беспределен. А ты сделал лишь вот столько. И вот это ощущение всю жизнь было во мне, и это мне помогало выживать, понимать, что всё самое главное где-то там ещё впереди. Я и сейчас думаю, что ещё что-то я сделаю очень интересное для людей. То, что только я один могу сделать. Я предлагаю тогда посмотреть фрагмент, пример вашей последней актёрской роли на сегодня. Видите, я подчёркиваю, на сегодня, по факту. Чтобы тоже, может быть, будет интересно зрителям задуматься над важными вещами. Наслышано ваше мужество об отваге, проявленных на Балтике. Я действовал, как поведевает долг, Ваше Величество. Я пригласил вас, чтобы лично оповестить о нашем решении. Вы получаете звание вице-адмирала и становитесь главнокомандующим Черноморским флотом. Благодарю за доверие, Ваше Величество. Примите это. Пусть образ многострадального Йова укрепит вас. Благодарю. Разрешите идти, Ваше Величество. Вас роль подкупила? Или всё-таки вот сидит что-то внутри, дразит вас? Только образ, только образ, который я не мог отдать другому актёру. Поэтому я пришёл, попробовался прежде, и я не знал, похож ли я, нет. Но по гриму вроде приблизились. Почему вы не можете себе позволять? Вы редко очень себе позволяете. Но вы же получили удовольствие от работы. Вы знаете, получил. Ну? И мне было интересно проверить, как спустя 13-14 лет простое актёрского... Что я вообще? Угасло ли это актёрство? Могу ли я что-то? Нет. Увидел то, что профессиональная группа, прекрасно работали они. Так что профессии никуда не уходят с годами, если ты её не пропиваешь. А вот как вы, простите за честный вопрос, годы простое, часть лет по собственному желанию, часть лет вынуждены, сколько актёров начинала пить, уходила в небытие и, понятно, в общем, выпадали из профессии. За счёт чего вы держались? Вот именно потому, что очень многие выпали, мои друзья. Один за другим начали уходить. Там Гена Шпаликов повесился в 36 лет. Высоцкий рано ушёл. Олег Даль. Всё мои друзья. И я думаю, ну что же, и мне также, значит, придётся паковать чемоданы так быстро, если я буду, ну, жить вот такой же общей жизнью богемой. То есть была терапинка в ту сторону? Ну, конечно, была. Богема с самого детства рядом, понимаете. Первую рюмку, я в этом не обвиняю Володю, но он мне дали первую в жизни рюмку. Высоцкий. Высоцкий, да. После проб на Иваново детство. Мы с ним оказались в кафе, и так как мы с ним только что прошли унижение кинопробы, это ужасное унижение, когда ты должен понравиться режиссёру, тебе как коню глядят в зубы, ты должен сделать всё на сто процентов, чтобы тебя взяли. Это унижение жуткое. И вот мы унизились там и ушли как друзья. Я не знал, кто он, что он, ну просто... То есть он ещё не был тем высоцким, которым... Не был, он ещё и не пел. Это был 61-й год. Он пел лишь для самых-самых близких. И мы с ним оказались в кафе, он взял бутылку шампанского, открыл её и мне налил бокал. Это был первый в жизни бокал. И я был счастлив, что я уже такой, я взрослый, я могу... Вот, так что богема, она всё время. Вы сами остановились? Сам. Или нашли люди, которые вас взяли за руку? В 36 лет я с этим завязал и сделал такую частушку. Повеселю. В 36 курить я бросил, в 40, может, брошу пить. Неужели же в 108 перестану я любить? Ну, ещё есть время. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда вы серьёзно приняли для себя решение быть режиссёром, начали запускать собственные работы, вы же рисковали, наверное, потому что вот есть Николай Бурляев, успешный актёр, всё там хорошо. Нет, вот надо всё оставить и пойти туда, а неизвестно, как там будет. Это риск огромный, но я хотел быть режиссёром с 59-го года с работы с Андреем Кончаловским. Увидел, как он потрясающе работает, загорелся и втайне начал думать, вот бы и мне попробовать. И пошёл к этой цели. Поступил во ВГИК. Сделал первую работу, курсовую, чеховский рассказ «Егерь», где играли два прекрасных актёра, Миша Кононов и Наталья Бондарчук. Поставили мне оценку «отлично». Представили эту работу на фестиваль в ГИКовске. Я первый раз получил по полной программе от ГИКовцев. Я был в зале. Обычно хвалили, говорили, ты гений, ты вообще гений. А тут вдруг кто-то там поднялся и говорит, ну что там Бурляев, ну он там артист, да, был хороший, а что он нам тут показывает, как режиссёр, чем он нас удивил, что-то эдакого. И я думаю, а что же мне делать дальше? А вдруг действительно я не режиссёр. И я должен был идти на диплом. Взял новеллу «Ванька Каин» и пошёл на эту работу как игрок ва-банк. То есть сам для себя я поставил внутренне такую задачу. Если я окончу фильм, и я сам пойму, что я режиссёр, я буду режиссёром. Если я увижу, что нет, всё, я ухожу, я остаюсь актёром. Закончив фильм, получил я награды, но главное, что я понял, что я режиссёр. Давайте посмотрим на экран. Есть грозный суд, он ждёт, он недоступен звону, зла, и мысли, и дела он знает. Наперёд тогда напрасно вы прибегнете к злословью, оно вам не поможет вновь. И вы не смоете всей вашей чёрной кровью поэта-праведную кровь. Браво, Мишель, стихи твои хороши. Только ты напрасно апофизирую поэту, придал слишком сильное значение его невольному убийце, как всякий порядочный человек. После того, что между ними было, он не мог не стреляться. Ой, я и забыл, ведь он ваш дружок. Сослуживец ваш не так ли? Русский человек. Душою русский, а не офранцуженный. Какую бы обиду ему Пушкин не сделал, снёс бы её во имя любви своей к славе России. Вот сейчас трудно понять, может быть, многим, а что, собственно, случилось? Почему этот фильм вызвал такие невероятные споры, и иногда доходящие до просто прямого оскорбления? Очень простое объяснение, банальное. Не один я хотел делать фильм о Лермонтове, ещё шесть режиссёров. Причём те шестеро, они уже именитые режиссёры. Там был и Соловьёв, и Ташков, и Салтыков. Ну, известные все мастера. Отдали мне, дипломнику, делать этот фильм. Когда окончился этот фильм, то люди, которые хотели делать фильм о Лермонтове, они пришли ко власти в Союзе кинематографистов СССР, они потребовали, чтобы фильм лёг на полку. Почему? Я затронул тему, которую не надо было трогать. А, всё-таки политическая история. Потому что я показал, что к вытеснению из жизни двух гениев Пушкина и Лермонтова причастен один и тот же круг лиц, некой тайной организации, что и есть правда. И этого было достаточно, чтобы объявили компанию «Травли». А как вы это переживали? После этого очень трудно подняться. Ну как? Вы знаете, спокойно даже суд в Союзе кинематографистов, который вёл Элем Климов, и где мои приятели, один из них здесь был у вас, Казаков Миша, Ролан Бека, все друзья. Они принимали участие по ту сторону, они бросали камни в меня, мои друзья. Вот это было трудно выдержать. Вот это. Для чего вам нужно было, вам было дано вот такое вот тяжёлое испытание? Что случилось, кажется, с фильмом Лермонтов? Вы знаете, я, видимо, рождён был вот для того, чтобы этот фильм поставить. Кстати, я родился в доме убийцы Лермонтова Мартынова. Об этом я не знал. Я уже, окончив фильм, узнал от учёных, что это дом, где я родился. Я воевал за Лермонтова, потому что образ Лермонтова, он искажён лермонтоведением. И сейчас в школах преподносят неверный образ Лермонтова, делая акцент на его неуживчивости, агрессивности. Бог знает, что приплюсовывает, так сказать, того, чего не было в нём. И когда я окончил фильм, приехал показывать в Тарханы. Фильм идёт в клубе, рядом-то храм. И его могила, я взял ключ, ушёл туда, был один у гроба. И что я чувствовал? Я чувствовал облегчение Лермонтова. Как это можно почувствовать? А я чувствовал, что как будто упали путы с него, понимаете, с его души. Я это чувствовал. Ради этого я делал этот фильм. Я, знаете, хочу всё-таки попросить нам одну вещь принести в студию. Вот он, мой красавец. Что же ваше? Он общий красавец. Он теперь общественное достояние. Смотрите, какой тяжёлый, золотой Витязь. Вот вы воин всё-таки. Вот вам меч. Меч надо в руки, да? Скажите, ведь это вас ещё дальше уводит от того, что мы знаем. Вы уже уходите от аксёрства, ушли, вы уходите от режиссуры. Почему вы жертвуете собственным даром, собственными способностями, умением для того, чтобы помогать другим? Раньше я думал, что я родился для того, чтобы поставить фильм о Лермонтове. Теперь я считаю, что и для этого, и для того, чтобы создать кинофорум «Золотой Витязь». И чтобы отлить вот этот уникальный приз, так сказать, со спасителем, аналогу которому нет в мире. Это имеет девиз за нравственные идеалы, за возвышение души человека. Это то, чем должно заниматься искусство. Сейчас он вообще будет не только кинофорумом, но и театральным форумом, форумом литературным. В каком городе на это разум? А будет в Москве и по всей России. Но если вы сейчас снова будете что-то ставить, а вы наверняка хотите что-нибудь снимать. Не хочу. Почему? Подождите, вы не хотите больше режиссуры? Не хочу. Сейчас пока нет, потому что нет такой темы, как Лермонтов, которой я должен загореться. Или сил нету. А силы есть? Сил полно. Сил много. Но нет такой темы. Я не вижу такую тему. Николай Петрович, а если она не придет? Не придет, ограничимся тем, что уже сделано. И будем делать «Золотого Витязя» дальше. Вы вот так гладите, я тоже хочу погладить. Почему так легко или это нелегко расставить здесь? Актерства так нету? Я не буду этим заниматься. Режиссура, нет достойного сценария, нет достойной идеи. Очень легко, потому что мне 63 года. Понимаете, это уже жизнь большая прожита. Из нее 51 год в кино. Я все знаю про кино. Я определил цену актерскому творчеству. Я против того, чтобы дети мои были актерами. Хотя, так сказать, дочка Маша уже актриса театра Маяковского. Я против этого, понимаете? Актерство сейчас, оно очень в тревожном положении. Сейчас рынок царствует, рынок требует... Вот сидят молодые люди, вы их как-то сейчас разочаруете. Вы их на взлете собьете. Не очаровывайтесь. Профессии здесь есть актеры, я знаю. Не очаровывайтесь. Цену ей понимайте. И есть что-то более важное, чем быть актером. Самое главное, лично для меня. И я часто ловлюсь на том, что я в книжке моей подписываю одно и то же. Людям оканчивается то, что всю жизнь нужно, так сказать, как бы прожить во имя Господа и Отечества. Нету больших ценностей в мире. Поэтому цены для нас и Пушкин, и Лермонтов, и Рахманинов, и Тарковский, все вот эти гении, потому что все они патриоты России. Они работали на России. Это русские режиссеры, композиторы, писатели, дети русской земли. Человек имеет право на собственное счастье, на собственное удовольствие, на собственное наслаждение, как любимая профессия. Понимаете? Вот где в этом, в этой большой, очень серьезной и важной идее, в маленький уголок у тебя человек может все-таки... Так это и есть самое высшее счастье, когда ты понимаешь, что проживаешь жизнь не даром. Что то, чем ты занимаешься сейчас, это оправдывает твою жизнь в будущем, перед потомками. Давайте мы вопросы послушаем. Как известно, церковь очень негативно относится к лицедейству, к театру. И как вы сочетаете в себе две, казалось бы, на первый взгляд несовместимые вещи – христианство и лицедейство? Они совместимы. Да, есть постановления в селянских соборах о лицедействии, и очень многие отцы церкви, так сказать, мудрые, прекрасно писали о недостойности этого занятия. Они говорили так, что вот представьте себе, какие вы в храме, какие вы приходите из храма и какие из театра, и вы поймете всю разницу. Это разные два института – церковь и то, чем мы занимаемся. Но нынешняя церковь, она признает творчество, наша церковь православная, это записано у них в концепции, в их социальной, признает как опыт обновленного, просветленного сознания нашего. Вот тогда ты можешь творить, когда ты хочешь поднять туда людей, а не опустить их в это киллерство, проституцию, кровь, грязь, пот, мрак, и сделать на этом деньги. За все там придется отвечать. Вот это помнить надо всем деятелям кино и театра. Для меня лично руководство к действию – цитата из Евангелия от Матфея. Невозможно не прийти в мир соблазном. Они должны прийти. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Вот это мы должны помнить и не участвовать в том, что недостойно. Стихи пишете? Нет. Поэзия ушла из жизни. Ушла? Ушла из жизни. То есть это бывает так, она ушла и закрыла за собой дверь. Как? Вы понимаете, в чем дело? Если быть откровенным, мне было интересно всю жизнь доказать себе, что я и это могу, и это могу, и это. Я доказал, что я могу быть актером. Да. Я могу быть режиссером. Я могу быть писателем и поэтом. Я доказал себе, а теперь я занимаюсь более важным делом. Хорошо. Давайте, есть вот здесь вопрос сюда, пожалуйста. Николай Петрович, здравствуйте. Вот как понять, что дело, которым ты занимаешься, является твоим призванием? Если у тебя возникают сомнения на этот счет, что это твое призвание, как с этим бороться? И, может быть, не стоит бороться, может быть, и не надо этим заниматься? Когда эта девушка задает такой вопрос, то ответ простой. Ваше призвание быть матерью и женою от Господа по промыслу Божию именно это. Ради этого вы появились, чтобы продолжать род. И только это. Но вам этого мало. Да. Вы, так сказать, вы хотите, так сказать, самовыразиться, да? Это неплохо, естественно, но это должно идти не в отрыве от главного, так сказать, вашего дела всей жизни. А дома, наверное, вы глава. Понимаете, в чем дело? Я пытаюсь показать, что я глава, но все равно глава в доме жена. Да что вы! И это правильно. В доме у очага глава жена. Но отец строгий вы? Нет. Да что же они на вас садятся? В общем, садятся и ездят, да? Сели, особенно младшие сели. Младшие, сколько уже? Младшие, 13, будет послезавтра. Слушайте, вот интересно, я все-таки, у меня ребенка считается поздний ребенок, да? Да, но это вот, не знаю, она же особенная. Особенная. Вот как? Почему вы решили в таком возрасте завести ребенка? Вот интересно. Вы себя радовали? Страшно до четвертого ребенка, а потом одним больше. Да, уже там все равно, прокормим как-нибудь, прокормим. Но пятая оказалась, вот сейчас, ей все отдается, понимаете? Она просто мною, она мною владеет. Да что вы! Да, абсолютно. То есть есть женщина, которая вам верховодит. И понимает, что она мною владеет. Зато какая замечательная улыбка. Сразу пошла. Вы из тех семей, которые нужен большой стол, мы вместе садимся обедать. Мы, потому что знаете, как сейчас, все прибежали, куски похватали, побежали по своим делам. Насколько вам важен этот хотя бы мысленный абажур над большим столом, где сидит семья? Вы знаете, это такая радость, глядеть на детей, даже тогда, когда они плохо едят, и их за это там понукаем, подталкиваем к правильному приему пищи. Но так приятно глядеть, господи, ой, такие хорошие все. Хорошо все. Ну, вы нам обещали почитать. А! Ну, братцы, держитесь. Это для актеров. У вас ведь есть такой предмет, как сценречь, да? И вы читали отрывки, читаете рассказы, да? Вот и мы тоже читали в Щукинском училище рассказ, который я приготовил за три дня, потому что все время играл, где-то опаздывал, и вот надо было за три дня до экзамена приготовить, так сказать, рассказ. И мы с учителем моим, потрясающим чтецом Яковом Смоленским, подготовили то, что я вам сейчас прочту. Антон Павлович Чехов, невидимые миру слезы, теперь, господа, особо не дурно бы поужинать, сказал воинский начальник Ребротесов, высокий и тощий, как телеграфный столб, подполковник, выходя с компанией в одну темную августовскую ночь из клуба. В хороших городах, в Саратове, например, в клубе всегда ужин получить можно, а у нас, в нашем вонючем Червянске, кроме водки да чая с мухами ни бельмес не получишь. Вот хуже нет, ежели ты выпившая, а закусить нечем. Да, не дурно бы теперь что-нибудь этакое, согласился инспектор духовного училища Иван Иванович Двейточиев. Кутаясь от ветра в рыженькое пальто. Сейчас второй час, и трактиры запертые. А не дурно бы это, грибочка в селёдочку, что ли? Или что-нибудь вроде этакого, знаете, Двейточиев пошевелил в воздухе пальцами и изобразил на лице какое-то кушанье, вероятно, очень вкусное, потому что все, глядевшие на лицо, облизнулись. Компания остановилась и начала думать. Думала, думала, и ничего съедобного не выдумала. Пришлось ограничиться одними только мечтаниями. «Важно, я вчера у голопёса у индейку ел». Вздохнул помощник из правника Пружина Пружинский. Между прочим, господа, вы были когда-нибудь в Варшаве? Там этак делают. «Берут карасей, обыкновенных, ещё живых, животрепещущих, и в молоко. День они в молоке, сволочь, поплавают, так потом, как их в сметане на скворчащей сковороде и жарят, о, братец ты мой, не надо мы твоих ананасов, ей-богу! А забливаешь ли рюмку выпил, другую? Ешь и не чувствуешь. Словно в забытии каком-то. От аромата одного умрёшь. И ежели с просолёными огурчиками, то нам сердечного участия добавил ребротёс. Ох, когда мы в Польше стояли! Так бывало пельмени этих за раз, штук двести вся вопрёшь. Наложь их в полную тарелку, поперчишь, укропцем с петрушкой посыплешь. Слов нет выразить! Ребротёсов вдруг остановился и задумался. Нет, не могу, сказал, не могу больше терпеть. Пойду к себе и удовлетворюсь. Вот что, господа, пойдёмте-ка и вы со мной. А чё, ей-богу, выпьем по рюмочке, закусим, чем Бог послал, колбаски там, да самоварчик изобразим, выпьем, про холеру поговорим, старину вспомним. Маша моя, правда, больна. Но мы её и будить не станем. Ну! Восторг, с которым было принято это приглашение, не нуждается в описании. Скажу только одно, что никогда в другое время Ребротёсов не имел столько доброжелателей, как в эту ночь. «Я тебе уши оборву», сказал воинский начальник, денщику водя гостей в тёмную переднюю. Сколько раз говорил тебе мерзавцу, что когда спишь, переднюю всегда курил благовонной бумажкой. «Поди, дурак, самовар поставь, да скажи Ирине, чтобы она того, принесла из погреба огурцов и редьки. И картошечку пусть почистит, и селёдочку положит, а картошечку ты кружочками знаешь, я так знаешь, всё это уксусом и маслом, луку туда и горчицу. Ну, гарнир одним словом, понимаешь? Ребротёсов пошевелил пальцами, изображая смешение, и мимикой добавил гарниру то, чего не мог выразить в словах. «Я сейчас зашептал он, осторожно, поднимай крылья у стола. Соберу вот на стол и сядем». Маша моя что-то больна, уж вы извините, женское что-то. Доктор Гусин говорит, что это от постной пищи. Очень может быть. Душенька, говорю я ей, дело ведь не в пище, дело ведь не в том, что в уста, а в том, что из уст, говорю. Ну, постной, говорю, ты кушаешь, а раздражаешься по-прежнему. Чем плоть свою удручать, я говорю, ты лучше не раздражайся, мальничка, ну, не произноси ты слов, и слушать ничего не хочешь. Я напоминаю вам, что сегодня свой блистательный мастер-класс давал актёр, режиссёр, создатель мощного фестиваля, Всероссийского форума, Николай Бурляев. Но главное вы помните, случайных встреч не бывает. Спасибо, Матрём. Спасибо. 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 Спасибо.